Азербайджан И в Азербайджане Вот Красная Слобода Уба Да и в Баку тоже Евреи жили давно Испокон веков И при этом подчеркивают обязательно А вот в Армении евреев практически Вообще нету и не было Так они говорят Потому что армяне Они по своей Природе Не расположены К Житию с какими-то другими народами А вот в Азербайджане Никогда не было такого рода Национальных проблем В Армении Говорят мне люди из Баку Причем те которые говорят на Вполне привычном языке И я им отвечаю тоже Серьезно и доброжелательно Они обратились ко мне серьезно и доброжелательно Отвечаю им И цитирую их Первая сложность которая у меня возникла Я при изучении дополнительным Этого вопроса Озадачился Что значит действительно нет такого понятия Как евреи и Армении Как они мне пишут Еще сложнее мне было с евреями Азербайджана Смотрите Еврейская энциклопедия Издательство Брок Гаусс Эфрон Санкт-Петербург Еще вот Начало Прошлого века Здесь ничего не говорится О евреях Азербайджана И вообще ничего не говорится Об Азербайджане Есть британская Еврейская энциклопедия У меня здесь Передносом Тоже начало 20 века Из Нур-Лондона Извините Там нет ни слова Об Азербайджане Поэтому Когда Мы говорим Об армянских евреях Азербайджанских евреях Вообще-то Я всегда предпочитаю Говорить Об израильских евреях Или о еврейских евреях Но уже если Касаемся этой темы То давайте действительно поищем Я поискал Я поискал Некоторые Пытаются представить Наши отношения к армянам Как какой-то Уврожденный Негативный Через какие-то Причем Суеверия Через какие-то еще Суеверия Я открыл я еврейскую энциклопедию Проверил Мудические источники Проверил Много чего проверил Это вот Пожалуйста Это называется Энциклопедия Айврит Эврейская энциклопедия Армяне упоминается В наших источниках Читаю Зачитываю Иерусалимский Талмуд Иерусалимский Талмуд В Иерусалимском Талмуде Приводится Арабей Яков Армян Ая Была Иврейская община Еще В период Написания Талмуда То есть Это начало Нашей эры Жили там Евреи И не просто А один из них Из мудрецов Талмуда Цитируемых В Иерусалимском Талмуде Это раби Яков Армянский Не был армянский Иврей Так говорят Они нам Есть Медраж Это наша устная Традиция Медраж Эйха В котором Так Написано Сказал Всевышний Амар Акадож Пару Имани Маглеет Хем Дерах Митбар Хем Митимбера Эна Харайны Маглеотам Дерах Армения Переводил Сказал Господь Если бы я Изгнал Ахметью Изгнание Из земли Израиля Изгнал Через пустыню То Умерли бы они От голода Но я Изгоняю Через Армению А там Города И области Еда И питье Есть Там То есть Как Антипод Антипод Жестокому Изгнанию Приводится Нашими Матрицами Это все Источники Школу Понятных Первых Столетий Нашей Эры Армения Приводится Как Антипод Можно Начать Сейчас Подробно Рассказывать Все Периоды Зафиксированных Отношения Евреев И армян С тех Еще Времен И Там Есть Разное Это Не Картина Всеобщей Идии Но В целом То Что Мы Обнаружим В наших Источниках То Что У Нас Записаны Плюс То Что Мы Читаем Достаточно Авторитетного Принятого Везде Мобза Сахаремского И не только Это Семья Багратуни Багратионы Отсюда Баграт Это История Очень Очень Интенсивных И Воснов Казитивных Взаимоотношениях Которые Были Омрачены Попытками Иногда Заставить Игреев Принять Язычество И Такое Было Но В этой Истории Определенно Нет Ничего Что Могло Отдавать Какой-то Травмой С нашей Страны На Диалог С армянами И с их Страной Тоже Разумеется То есть Когда Азербайджанские Друзья Мне Начинают Говорить О том Что Вы Вспомните Что Вам Когда Нас Повезли Возле Кубы Это Был Место Захоронения Людей Расстрелянных Большевиками И Человек Который Нас Туда Вез С Высшим Образованием Журорист Азербайджанский Нам Сказал Так Вот Вы Знаете Про Холокост Это Вы Знаете Что Немцы Ивреев Убивали Вот Чего Вы Не Знаете Сказал Что Армяне Убивали Ивреев Еще Больше Видимо Он Мел Более Шести Миллионов Да Я Ну Так Вот Он Сказал И Нас Привезли Действительно К Какому То Карьеру Где Обнаружены Были Кочти Вполне Возможно Что Это Место Массового Расстрела Восемнадцатый Год Большевики Расстреливали Нам Было Сказано Что Там Около Семисот Восьмисот Расстрелянных Евреев Мы Начали Копаться Глава Еврейской Общины Долго Мялся Скажи Документов У нас Нет Никаких Дальше Лекцию Читала Перед Нами Историк Бакин К Азербайджан Который Сказал Что Там Может Быть Какие Ивреи Тоже Погибли Но Это Не имело Никакого Отношения К Национальной Тематике Ни К Армянской Ни К Азербайджанской Ни К Еврейской Гражданская Война Большевики И Все К Чему Я Это Говорю К Тому Что Никакой Традиции Вражды Здесь Нет Здесь Нет И Традиция Какого-то Особо Теплого Взаимодействия Это Появляется Может Быть В разных Общинах Больше 20 Веке Кстати Но Когда Мне Из Баку Говорят Что Вы Посмотрите Вы Помните Что Они Сделали С вами Но Мы Чего-то Не Помним Мы Не Помним Армения Это Сегодня Республика Которая Располагает Территорией 29 тысяч Квадратных Километров Плюс Карабах И Нам Говорят Что Там Не Было Евреев Практически То Есть Евреи Жили В Азербайджане А В Армении Нет Они Намекаю Иногда Прямо Говорят Что Обмяне Препятствуют Чего-то Как Говорите Почему Снова Оказались Совсем Прямо Что С В Одессит И Считается Человек Не Может Ткнуть Пальцем И Проверить Факты Как Это Евреи Жили На всей Этой Территорией Начиная С разрушения Первого Храма Еще Две С Плани Тысячи Лет Больше Или Меньше Степень Где-то Больше Где-то Место Возникает Пятно Где Евреи Жили Меньше На территории Армении Нынче Действительно Это Вот Это Самое Пятно Только Скажите Пожалуйста Что За Территория Кто Контролировал На протяжении